всем привет меня зовут саша это канал о вязании в общем-то как-то сложно у меня случилось на этой неделе сложно случилось в общем я такая вся продуманная думаю ну начну снимать с понедельника влог все как положено но что-то пошло не так и сегодня у нас уже среда вот она у меня хороший повод чтобы подключиться в общем-то мне приехала пряжа да я заказывала ее для проектов ну в общем-то я решила связать и ну подготовиться к сезону да и в общем-то навязать шапочек для того чтобы в общем-то их ну как на продажу короче вот чтобы в общем-то не в ппх потом да что-то быстро вязать а сейчас вот поэтому на заказала пряжи то есть это еще как бы ну не не прям на сто процентов будет еще конечно но посмотрю вообще как пойдет вот чтобы ну опять же не вязать конечно же в стол вот поэтому здесь пряжа наложена на как это не на а в два ряда вот этого магазин магазин эту пряжу я заказывала в магазине нашем белорусском нити бай но он как был известный да и не только у нас беларуси а за пределами вот потому что магазин хороший хорошая классная позиция качественная пряжа да то есть в общем-то у них там вечно какие-то скидки еще что-то сама по себе хорошая цена вот то есть это на самом деле реклама но не проплачено до магазин крутой если вдруг вы еще не знаете то есть эту всю пряжу я покупал за свои денежки да это не предоставил мне магазин вот ну просто реально хочу рассказать потому что магазин классная уже не первый раз заказываю это один из таких популярных магазинов вот так что в общем то если вдруг вы еще не знаете присмотритесь я оставлю в инфобоксе ссылку на него естественно никаких промокодов не оставляю потому что опять же это не про плата да то есть это просто мой личный такой отзыв вот но повторюсь опять же магазин классный поэтому общем-то будет очень круто если о нем узнают люди да новые клиенты магазину приятно и соответственно нам обычным покупателям тоже приятно потому что они будут постоянно пополнять ассортимент с доставкой придумают что-нибудь и так далее но я думаю вы понимаете вот в общем как бы честно могу сказать что цвета я уже вижу прям сразу перевирает конкретно фотоаппарат вот но я честно говоря как бы как сказать давайте мы сделаем таким образом я просто покажу вам небольшие артикулы да буду если надо буду подписывать в инфобоксе номера цветов или на экране вот и тогда соответственно вы если вам понравится цвет какой то вы можете его посмотреть уже там на сайте как он будет у вас отображаться вот в общем давайте начнем первое что покажу это не для заказов это я взяла вот такая вот пряжа это drop snort давайте буду один моточек показывать это два не помещаются в общем это drop snort очень красивый цвет он у вас конечно же передается каким-то вообще темным невнятным вот но вообще это шестнадцатый цвет знаете что мы с вами сделаем давайте я чуть-чуть сейчас переключусь так вот так повеселее будет вот так и цвета передаются хорошо и фокус общем-то появляются вот но все равно он синит он более такой серым потоном цвет номер 16 значит это 50 грамм 170 метров 30 полиамет 25 шерсти 45 альпака значит я буду вязать мужу носки и носки будут жаккардовые вот с птичкой да я вам но потом когда буду же их вязать я вам покажу может быть кому-то понравится у drops а есть бесплатное писание на них вот но я не уверена что я прям буду взять конечно по писанию потому что там у него другая пряжа у самого у них по моему из флоры они вяжут флоры натурально как бы на носки я считаю что это как-то так себе в общем вот два нас два моточка взяла до мужу на носочки значит взяла вот таких вот по 2 моточка я в общем короче как сказать решила понабирать понемножечку да для того чтобы составить какое-то мнение ну связать там шапочка 2 и вы понимаете можно как бы уже четко судить о пряже в общем это baby baby new master значит это 70 если я не ошибаюсь так нет 80 меринос и 20 полиамид огнет акрил 50 граммов 125 метров значит этот цвет вот этот цвет очень такой красивый грязно-фиолетовый 10 номер вот но чисто тактильно я уже в инстаграме делала ну как знаете такой типа меня обзор визуально так сильно меня очень нравится на какая-то суховатая что ли ключеватая ну посмотрим может быть после стирки будет хорошо вот зала на обычной шапочке скорее всего бине может быть с отворотиком что-то такое ну короче посмотрим вот вот такая грязно такой фиолетовый цвет и вот такой вот чисто серый классический серый ну красивый цвет он такой чуть-чуть меланжевый совсем капелька и это 302 цвет 302 вот но это соответственно такая же пряжа просто цвет вот видите она чем показать она так вот такая пушистенькая в общем вот так значит смотрите дальше вот такие вот но я думаю многие знают эту пряжу это би 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 фул вот это сто процентов мериносовая шерсть 532 цвет и в 50 граммов по моему здесь 90 метров если я не ошибаюсь 90 метров это такой правильный красный цвет ну конечно здесь он каким-то морковно-оранжевым передается непонятно что так значит вот смотрите это вот такой голубой красивый качественный их голубой как я его называю значит это номер 86277 вот номера цветов такие красиво я вас этой пряжей работала знаю ее уже так значит вот такие вот два моточка я тут короче я вам чуть попозже покажу навязала там шапок и навязала как навязала связала в общем одну как это называется повязку повязку с узлом в общем короче вот этой вот пряжи я вязала в одну нитку чтобы она была такая знаете очень легенькая именно вот просто когда так чуть-чуть прохладно но нету бешеного ветра вот можно вязать в 2 потому что у меня на повязку ушло в районе что-то 20 грамм ну то есть они от подождите вру 12 грамм до 12 грамм у меня ушло на повязку вот арма . 25 то есть это в общем то получается на одну будет ну грубо говоря на одну в две нитки грубо говоря там конечно пряжа останется но можно из расчета так или две в одну в общем вот такой очень красивый синий но конечно здесь вообще неправильно передается этот цвет 25 25 цвет вот очень красивый но я думаю что если что вы на сайт зайдете он конечно вообще не такой он более приглушенный он также как и вот этот цвет не такой яркий он более такой припыленный значит и вот это вот чисто черный цвет я знаю что но многие девочки любят черный цвет поэтому решила взять этот цвет 16 вот но это я думаю что практически все ее знают но тем не менее 77 альпака 23 шелк и 25 грамм 140 метров тоненькая я вязала повязочку на три с половиной ну покажу вам попозже так значит и вот у меня такая пряжа есть я знаю что это пряжа весьма неоднозначная по ней очень неоднозначные отзывы но я решила знаете как не попробуешь не поймешь вот я с ней ни разу не работала поэтому решила взять вот буквально на две шапочки повязать посмотреть что из этого получится если какашка ну значит какашка скажу и я что какашка вот но мне кажется просто ее можно вязать на мелких спицах и тогда все будет отлично но посмотрим ну состав конечно же здесь вообще огонь вот этот номер цвета это 13 911 красивый такой фиолетовый стойну с отблеском что называется вот здесь 21 акрил 70 полиамин 9 мериносовая шерсть я обычно из такой пряжи не вижу но тут как бы мне опять же в инстаграме уже говорила очень многие мне вот мои заказчики говорят что не всегда важно качество часто важен цвет вот просто нужна красивая шапка ну нужна красивая шапка значит будем вязать красивую шапку вот вот такой короче фиолетовый и еще 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 вот такой значит это такой стальной серебристо-серый серебристо-черный жемчужный что ли вот это получается номер цвета 13 285 вот здесь на 150 грамм 115 метров состав соответственно такой же вот цвет в принципе ничего это не конечно не моя палитра но знаете не моя и ладненько вот взяла вот таких вот тоже по два моточка вот вот с этой пряжи я не работала ни разу если вдруг вы работали с газалом да и вот с этой пряжей и с биби бинью мастер вы мне пожалуйста напишите в комментариях как вам вообще что вязали как ведется пряжа что я реально не работала взяла ну скажем попробовать для того чтобы сделать свое какое-то мнение в общем вот эта пряжа 50 грамм 125 метров мирина софт к лори солидии в общем умею ве читать 141 цвет это вот этот вот горчично-желтый красивый цвет он чуть более насыщенный на камере мне кажется он более такой припыленный что ли ну вот это стопроцентная шерсть да ну вот вот такие вот два мотка и вот такие вот это такой кофейный цвет кофе с молоком капучино не знаю как его обозвать вот все то же самое цвет 0 4 здесь давайте посмотрим до 0 4 вот вот такие вот красавцы ну так сильно очень приятно напоминает чем-то би 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 фулл ну естественно потоньше только так и здесь здесь я может давайте буду по одному моточку здесь вот осталось бик мерина я думаю что вам видно я с этой пряжей работала но давновато вот решила в общем короче что же шапочки тыковки мне нравится и тыковки и бини вот это вот это уже конкретный заказ девушка у меня заказала маме шапочку вот такого красивого цвета но на камере он конечно немножко не такой он более знаете такой оливково-зеленый и этот цвет 13 13 вот 2 ма . таких потом вот такой вот девчачий розовым такой нежный 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 розовый это получается цвет 16 вот 16 значит это такой ягодный красивый цвет очень двенадцатый цвет 12 вот и вот этот вот такой красиво светло-светло-светло-светло-кофейно-бежевый что-то вот в этом роде это 19 цвет вот в общем мне показалось а когда выбирала у меня вот ну знаете вот так вот такая небольшая растяжка точнее вот так вот это можно вот так небольшая растяжка мне кажется ну здорово будет в общем короче на любой вкус чтобы люди могли выбрать то что им нравится они понравятся эти цвета значит покажут какой и я тогда из других цветов в общем-то именно вижу ну вот в общем такая у меня была покупка закупка точнее пряжи я естественно буду усиленно сейчас вязать шапочки достаточно простые вот но тем не менее мне нравится я получаю удовольствие от этого ну и подготовиться к сезону и людей подготовить сезону потому что ну как это сказать то есть очень многие это как это отличительная особенность русского человека не готовится заранее да а покупать уже когда-либо мороз долбанет когда нету шапки либо еще что-то поэтому нам надо учиться наверное у европейцев которые за год в общем-то все это дело готовят покупают и так далее в общем если честно я тоже так не особо умею но я потихонечку учусь потому что но я понимаю что во первых это экономично потому что я даже по пряжи вот сужу в сезоне честно говоря произведение производителя магазина пряжи но я понимаю что прибыль все дела но тоже такие знаете молодцы поднимают конкретно цену не всегда конечно это зависит от них часто это там курс этот дурацкий скачет да все дела и так далее особенно в рамках последней ситуации тут как бы то не они да это просто ну скажем курс скаканул и закупки все границы закрыты бла-бла-бла и так далее но я думаю все в курсе до дел что происходит вот поэтому цены конечно по просто на километр поднялись я смотрела ну в общем ладно неважно много что смотрела короче конкретно прям подняли поднялись цены вот ну поэтому конечно это не очень приятно но поэтому даже только ради этого можно в общем-то не в сезоне подготовиться да поэтому если вдруг вы не вяжете сами хотите себе шапочку напишите я вам свяжу обязательно отправлю куда надо вот поэтому подготовимся к осени к зиме давайте заранее не только вас но и вашу семью мужа детей и так далее вот так что ну а если девчонки кто меня смотрит вяжет и вязал из этой пряжи напишите мне пожалуйста мне очень всегда полезно почитать отзывы да кто вязал кто работал с этой пряжи потому что я сразу же тогда понимаю ну в принципе вообще что как-то сказать чего ожидать вот все на этом у меня все одно следующее включение девочки очередное включение хотела вам просто показать снимаю с руки поэтому будет чуть-чуть тут трястись в общем то что я говорила связала на продажу шапочки вот это обычные мини но которые такие самые обычные с обычным таким закрытием вот это такая с отворотом небольшая вот тыковка парочку этих самых и вот вот это вот повязка из как-то называется drops альпака silk brush вот она получается вот короче такая тоненькая в общем я решила поэкспериментировать попробовать вообще как зайдет не зайдет вот потому что мне кажется на такое относительно теплое время когда он хочется может вечерком или когда-то когда нету ветра да просто чтобы уши были в тепле мне кажется прикольно и мне честно говоря очень нравится как смотрится платочка в этой пряжи я как-то ни разу не задумывалась а так она так прикольно но как будто бы не платочка как будто бы что-то такой кутузор в общем интересно мне понравилось если честно я рада вот на каждую вещицу прицепила такую штуку здесь вот написано там состав цена и так далее в общем короче вот но и бирочки на что-то потому что здесь на почему я вечно забываю как это называется на повязках мне не нравится как смотрится бирки вот поэтому будет без бирок просто безымянные безымянные повязки вот в общем короче вот такой красоты получилось надеюсь короче все будет окей вот так что все тогда до следующего включения показываю вам свои промежуточные итоги в общем короче я вам показывала в предыдущей что ли на предыдущем влоге в общем что я учу ли там практически не заканчиваю где-то примерно у меня было вот на таком месте ну короче в итоге пришлось мне все распустить я прикинула в общем поняла что я что промахнулась и вижу какой-то узкий а с учетом того что еще это пряжа прилично подсаживается ну по крайней мере образец у меня очень сильно присел вот поэтому присел подсел вот это он короче я распустила до реглана еще провязала вниз где-то примерно вот столько наверное чтобы короче расширить ну где-то с пару сантиметров точнее на 1 сантиметра даже 3-4 а и все сделала больше подрезы ну вот и в общем то сейчас меня это как бы устраивает достаточно ну не то что прям широко но широковато получается ну и с учетом того даже если вдруг сядет то это будет хорошо вот вроде бы и нитка не очень тонкая и спицы четверка там или что но в общем короче все равно немножко долговато идет я тут отвлекалась на шапки да ну чтобы на это навязать шапки на наличие вот ну поэтому короче приступила сейчас у меня свеженький маникюр хотела нюд но не вышло вот в общем нравится мне как смотрится он с этим цветом особенно ну вот в общем короче вижу принципе мне осталось немножко провязать вниз на сделать такое живут закрытие вот здесь горловина она круглая это просто она ну так легла и это пряжа на такая прикольная до стирки она как этот не сопля ну знаете такая очень пластичная потом она становится чуть более как это сказать ну короче не такая дрыслявая она становится ну вот в общем я сейчас активно работаю над этим процессом вот ну надеюсь короче что получится нормально ну и в принципе хорошо вот конечно очень надеюсь что после стирки он не сядет так что как будто бы в последний раз но надеюсь короче потом конечно вам расскажу вдруг если кто-то будет работать с этой пряжей просто чтобы знали ну и приличную свободу облегание делали да потому что ну не хочется связать все изделие потом его перевязывать но вообще прикольно как ложится как ложится эта пряжа полотне показать поближе вот ну то есть есть конечно какие-то такие моменты но мне кажется в этом ее и прелесть но после стирки она принципе неплохо так расправляется и становится более что ли плотнее но пока принципе мне тоже нравится вот цвет красивый достаточно хоть это вообще не мои цвета ну я вижу и не себе собственно говоря вот но вообще прикольно вот так что короче этот процесс у меня вот таким вот образом чик и вот таким вот образом он у меня живет в корзиночке вот очень удобно этой корзинка я вообще суперских довольна она такая удобная в нее вот целый процесс с бобинкой запихал и все короче и можно повыше поставить до чтобы ребенок не болтался здесь потому что у меня мало сейчас активно интересуются всеми моими визуальными делишками вот поэтому короче вот так вот папа поэта поднял и все положил туда и спокойно себе до следующего раза вот в общем все до следующего тогда включения всем привет друзья очередное включение я уже в конце видео решила появиться лицом перед вами то что я все руки 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 и так далее как-то в общем не серьезно ну вот значит что у нас сегодня пятница 31 число вот я если честно думала сегодня снимать готовые работы за месяц но что-то короче у меня как-то нет настроения если честно на влог есть она готовой работы нету представляете как бывает вот поэтому в общем то давайте насколько меня тут хватит что называется я вам расскажу о своих текущих каких-то нюансах да ну и все и в общем то пойду дальше вязать значит отличная новость для меня да я закончила майку ну вот она еще правда пока не постиранная вот буквально только то ли закончила закрывать рукава вот в общем короче майка естественно пока еще не постиранная да она он мятая все он короче тут ну вот баечка обычной абсолютно значит здесь вот рукавчики learner на резинкой закрытый не сломаной резинкой закрытную вверх получается тоже ломаной резинкой только верх наоборот у кого вы ломана резинка короче на наоборот, вот, у меня, ну, и по картинке так, и, ну, мне кажется, так прикольно сочетается, здесь более рельефно, здесь чуть-чуть меньше, вот, ну, в общем, короче, вот такая вот майка, она, конечно, я молюсь всем пряжным богам, что она не сильно сядет, я, в принципе, заложила и свободу облегания, и длину, но все равно, знаете, мне не хочется 15 раз перевязывать, не потому что я лентяйка, но потому что, как бы, все-таки работа проделана, вот, ну, короче, абсолютно простая майка, здесь реглан, вот, в общем, чтобы вы понимали, у меня ушло вот сейчас до стирки майка весит 206 грамм, вот, у меня было всего 220 грамм, ну, в общем, короче, у меня 14 грамм еще осталось, я, честно говоря, когда вот где-то здесь была примерно, да, вчера вам я показывала, ну, что-то мне там, короче, немножко оставалось довязать, в общем, я не взвешивала, но, честно говоря, я немножко боялась, что мне не хватит, потому что она так достаточно быстро как-то уходила, в общем, короче, по итогу, вот, осталось у меня 14 грамм, надо думать, куда бы их пристроить, в общем, потому что, ну, это как бы ни уму, ни сердцу, что называется, ну, короче, главное, что мне хватило, это, конечно, меня очень радует, ну, вот, и поэтому, в общем-то, сейчас сниму влог, да, и пойду стирать, вот, посмотрю, как вообще, что в следующем влоге вам расскажу, села, не села, вот, ну, короче, обычно лицевую гладью связано, здесь больше весь упор на цвет, на фактуру, да, пряжи, как бы после стирки кашемировый пушок немножко выйдет, ну, вот, в общем, короче, я очень рада, в принципе, я быстро связала эту майку, ну, просто у меня уже, знаете, вот, просто буксы горят, в общем, целая куча других проектов наступает на пятки, что называется, вот, и, в общем, наконец-то наступило такое время, когда я, хоть я и там рассказывала и говорила, что я так устала, когда у меня, значит, все, ну, в общем, короче, я соскучилась по времени, когда у меня, извините, одно место в огне, и когда мне там и то, и все, и пятое, и десятое, и думаешь, как бы это все дело успеть, ну, в общем, короче, это так же, как, знаете, на работе, когда я, ну, работала еще до декрета, я работала с клиентами, да, в логистике, я уже, ну, рассказывала неоднократно, я работала с клиентами непосредственно, да, то есть оперативная работа, там, какие-то нюансы, ну, вот, и, короче, когда, знаете, такие дни, когда ты просто, ну, вообще, какой-то трэш случается, ты думаешь, нет, не хочу, хочу сидеть там за бумажкой, перебирать бумажки, чтобы меня никто не трогал, ну, в итоге, когда ты там сидишь, какую-то делаешь просто работу, тебя никто не трогает, ты думаешь, ну, блин, ну, где же движуха, где же какая-то жизнь и так далее, ну, короче, в общем, у меня все так происходит, в общем-то, поэтому я набрала заказов, набрала каких-то всяких себе проектов для того, чтобы, в общем, не скучать, ну, у меня же скучно, да, с маленьким ребенком, суперактивно, ну, я решила, что мне надо еще что-нибудь там развлечься, ну, в общем, ладно, теперь давайте о моих планах, да, ну, можно сказать, не планах, а уже даже практически начало, да, в общем, я вам показывала распаковку пряжи, да, в общем-то, и сейчас у меня будет вот шапочка из этой пряжи, это Big Merino Drops, на всякий случай 50 грамм 75 метров, спицы 5, и это 100% мериносовая шерсть, цвет очень красивый, в принципе, хорошо, вроде бы передается на камере, это цвет 13, он такой оливково-зеленый, болотный какой-то, ну, не болотный, но, наверное, оливково-зеленый, скорее, вот такой, хаки, хаки-оливка, что-то такое, в общем, у меня, короче, два моточка, это будет обычная бини, простая, вот, вот, ну, в общем-то, буду вязать, это вот у меня заказали шапочку, мне ее надо оперативненько связать, поэтому я думаю, что я сегодня, ну, тут нечего вязать, да, 50 грамм 75 метров, я не буду на пятерке, скорее всего, на четверке я это буду дело вязать, может, на 4,5, сейчас посмотрю, вот, поэтому, в общем-то, и такие шапки вяжутся очень быстро, 3-4 часа, ну, примерно, может, даже и того быстрее, и, в общем-то, все, поэтому, короче, да, вот, что еще, тут у меня случились покупки, но это не просто моя блажь, да, нет, я своего хомяка держу все-таки, ну, стараюсь, по крайней мере, вот, я, короче, тут купила пряжу, вот, давайте я вам покажу, сейчас буду нырять, не пугайтесь, я вам, наверное, давайте не буду показывать упаковки, потому что тут у меня 2 упаковки и 1 моточек, я вам покажу просто моточек, я думаю, что вы, как бы, ну, поймете, в общем, о чем речь, я надеюсь, я не очень шуршу там микрофоном, в общем, короче, это вот такая вот пряжа, это Казал Викинг, значит, такая большая, видите, какой моток огромный, ну, короче, это 100 грамм, 100 метров, вот, значит, что, здесь 70% акрил и 30% шерсть, в общем, ну, состав, конечно, не бог весь какой, но здесь именно крутка, прикольный цвет, очень красивый молочный, это цвет 4001, я за этим цветом просто охотилась вчера целый вечер, сегодня, точнее, вчера целый день, сегодня вечер, в общем, у нас почему-то в магазинах есть белый, серый и бежевый, а вот такого молочного, да, почему-то, не знаю, то ли он очень ходовой, его быстро разбирают, то ли что, ну, в общем, короче, мне пришлось так немножко, знаете, ну, как-то так поискать, в общем, короче, вот где-то здесь летает муха, поэтому не это, не удивляйтесь. В общем, нашла я в магазине, да, я в нем, честно говоря, никогда не покупала, ну, знаю там, что девчонки мои покупают, вот, ну, короче, достаточно быстро мне привезли, все, и, в общем, у меня таких получается, вот, раз, упаковка, в упаковке 4 штучки, получается раз, упаковка, шебуршанька, 2 упаковка и, короче, 9 моточков у меня данной пряжи, вот, так, что-то я сбилась, мне тут позвонили, я, короче, чуть-чуть сбилась, в общем, это сказала состав, мне кажется, я вам, цвет 4001, вот, здесь рекомендуют спицы 8 мм, крючок 8 мм, ну, вообще, я буду, короче, вязать по описанию, я купила описание вчера вечером, вот, и, собственно говоря, это будет кардиган, вот, посмотрим, ну, там в описании на семерке, короче, вяжут, в общем, я свяжу, да, и вам тогда расскажу, как, чего, ну, естественно, покажу, и потом тогда уже расскажу свою задумку, вот, в общем, 9 таких моточков, пряжа достаточно бюджетная, вот, ну, короче, посмотрим, я, в принципе, с девочками, которые вяжут из этой пряжи, разговаривала, говорят, что на уделение неплохо, она чуть-чуть пеленгуется, но вообще, очень, так, знаете, ну, неплохо, короче, вот, в общем, да, из меня описатель, а писательщик пряжи еще тот, ну, да ладно, в общем, я думаю, что просто многие эту пряжу знают, я, честно говоря, из нее ни разу не вязала, потому что меня смущал состав, вот, если давно меня смотрите, знаете мою любовь к, ну, такому составу, вот, и для того, чтобы была бесплатная у меня доставка, в общем, мне надо было что-нибудь там доложить в корзину, да, чтобы вышла, ну, как бы, энная сумма минимальная для бесплатной доставки, потому что они находятся далековато от меня, ехать через весь город, то есть я, ну, грубо говоря, этот моток стоит дешевле, да, чем мне заправлять там бак машины, ну, короче, ладно, не важно, не важно, вот, в общем, это вот такая вот газал рок-н-ролл, я в обзоре вам уже показывала, что я два моточка купила, немножко привирает цвет, он не такой яркий, вот, в общем, короче, два моточка я купила, там был такой фиолетовый и черный, ну, в общем, я решила, что на шапку нормально, да, свяжу, вот, вот, как я уже говорила, что не всем важен состав, очень многим важен цвет, вот, ну, поэтому, короче, это вот такой вот металлический, он такой бордово-красный, здесь он какой-то у вас фу, парфозный, если честно, он больше вот как мои ногти, ну, такого подтона, значит, это рок-н-ролл, здесь вообще роскошный, конечно же, состав, 21 акрил, 70 полиамид и 9 миллиносовая шерсть, 50 грамм, 115 метров, и этот цвет 12 833, вот, угазала вечно такие цвета, как, я не знаю, пароль от ядерной боеголовки, вот, ну, в общем, короче, такой цвет, это просто, знаете, как дают конфетки на сдачу, так я, в общем, взяла один моточек, причем так прикольно, продавец мне такой, говорит, слушайте, а возьмите два моточка, вот, осталось два моточка этого цвета, я говорю, понимаете, мне он не нужен, я говорю, я беру один моток просто для того, чтобы мне, ну, бесплатную доставку взять, он говорит, ну, слушайте, давайте я вот вам дешевле два моточка отдам, я говорю, ну, понимаете, он у меня будет лежать, мне он не нужен, короче, он такой, ну, ладно, ладно, я понял, потом в конце разговора такой, ну, что, пряжу-то берете моточек, я говорю, нет, спасибо, мне она не нужна, вот, в общем, ну, короче, на пробу я взяла, попробуем, что за чудо-юдо, и, наконец, я оставила вам самое вообще крутяцкое, у меня тут недавно же был день рождения, вот, и, в общем, моя, как это, ютубовская подруга Настя с каналом «Надень шапку», да, мы, в общем-то, с Настей, ну, так хорошо общаемся душевно, вот, мы тут недавно участвовали в бэби-марафоне, да, если вдруг вы не смотрели, я оставлю ссылочки, проходите, если вдруг вы хотите поучаствовать, да, ну, там, вы можете снять видео на канале на своем, да, если, ну, как, в общем, вы хотите поучаствовать, да, хэштег «бэби-марафон» я оставлю где-то здесь или подпишу в инфобоксе, ну, в общем, вы можете пройти посмотреть, ну, так вот, если вдруг вы не смотрели эти видео, я оставлю ссылочки внизу в инфобоксе, пройдите, там много детских всяких вещей, вдохновитесь, впереди осень, карандашам нашим, в общем-то, одежда, я уверена, что не помешает, дети растут просто как грибочки после дождик, поэтому, в общем, я думаю, ну, так вот, в общем, мы с Настей участвовали вместе, ну, в смысле, не вдвоем, а с другими девочками еще участвовали в марафоне, вот, ну, и, в общем, мы общаемся неплохо, так вот, в общем, Настя мне прислала подарок на день рождения, я, честно говоря, была вообще удивлена, ну, в хорошем смысле слова, да, что, вот, приехал мне мой подарок, и, короче, я вчера получила его, я в таком приподнятом настроении, ну, и вообще в таком очень, я даже слова, видите, тыркаюсь, мыркаюсь, ну, в общем, короче, это очень приятно получать подарки, особенно от, скажем, людей, которые знают, да, что ты любишь и что, в общем-то, тебе нравится, и это, конечно, вдвойне приятно, потому что, ну, единомышленники, да, то есть не надо объяснять, не надо вообще практически ничего говорить, то есть тут, в общем, все понятно, ну, и, конечно же, это внимание, это просто безгранично мне приятно, поэтому, Настюш, спасибо тебе еще раз большое, просто огромнейшее, вот, ну, и давайте я вам покажу, я, конечно, тут не буду прям очень сильно показывать, потому что все равно, я думаю, камера приврет немножечко цвета, но я вам просто хотя бы так вот покажу, в общем, короче, смотрите, это вот такая роскошная бобина, Настя, в общем, знает мою любовь к синеголубым, голубо-серым оттенкам, и, в общем, короче, это просто невероятные красоты бобина, я не знаю, будет вам видно, не видно, но она еще и с люрексом, там поблескивает люрекс, я попробую, может быть, ну, в другой комнате, короче, вам снять, вот, в общем, это, не помню, процентное соотношение, это альпака, меринос, полиамид и люрекс, как-то так вроде бы, вот, ну, это, короче, что-то просто невероятной какой-то красоты, это, видите, вот такая тоненькая ниточка, вот, пушистенькая, волосатенькая, давайте я, нет, лучше вот здесь показывать, ну, короче, вот такая вот волосатая, мохнатая нитка, вот, ну, в общем, короче, это очень красиво, альпаку я очень люблю, да, с мохером у меня что-то как-то не сложилось, ну, может, я просто не пробовала еще мохер, а альпаку я люблю нежной любовью, в общем, и эти цвета, это, ну, как бы, мне кажется, это мои цвета, я очень люблю, видите, я сегодня тоже синяя и серо-стальной, ну, в общем, это невероятная красота, вот, вот такой вот, такая, и еще вот такая вот, тоже очень классная, цвет, конечно же, перевирает, он, знаете, такая как бы пудра с розовым подтоном, вот, здесь он больше как бежевый передается, но он больше таким с розовым подтоном, это мериносик, но это этот, как он называется, шнурочек, я не знаю, будет вам видно, не будет, в общем, короче, это шнурковая пряжа, достаточно такая, ну, пухленькая, я, честно говоря, не помню, там, Настюша мне скидывала состав, здесь просто, ну, наклейка, но здесь нет состава, здесь просто что-то тут какие-то непонятные циферки написаны, я не понимаю, что написано, в общем, короче, это такой очень хороший метраж, а, вот здесь я не сказала, здесь 800 метров на 100 грамм, то есть, ну, она тоненькая, это видно, вот, тут либо нужен подмот, у меня, по-моему, еще, кстати, есть подмот, я вам сейчас покажу, вот, что, может быть, мне просто сразу пришла идея в голову, вот, а это тут никаких подмотов не нужно, ничего, это такая самодостаточная или шапочка, или что-то такое, аксессуар, может быть, это будут какие-нибудь перчатки, или что-то такое, ну, короче, я пока еще думаю, ну, в общем, это просто тоже, мне кажется, ну, вот, вот так, может быть, не очень я, ну, как бы, леднит меня, но если это будут какие-то перчатки или шапка, ну, здесь в смысле, да, то есть, не... Короче, ладно, я объясняю, видишь, ну, ну, просто, как, я не знаю, я с зеленой пирога делю, понимаете, да, вот, ну, в общем, короче, очень красивые цвета, очень классная пряжа, и я просто безгранично благодарна Насте за внимание, за то, что, в общем... Ну, короче, тут, мне кажется, все понятно без слов, по-моему, фейс, вот, просто написано восторг, 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 восторг. Вот, давайте я вам покажу вот эту вот подмотку этой пряжи, которую я, может быть, буду использовать. Так, ну, вот, смотрите, я, короче, вернулась, вот, это вот это пушистик, да, и вот, смотрите, есть у меня, короче, вот такая вот пряжа, она, ну, понятно, что вот так, она, конечно, намного ярче, все дела, но мне кажется, если здесь это меринос, сейчас я вам скажу, ой, бумажечки, бумажечки, в общем, короче, это меринос... А, нет, это 50 меринос, 50 акрил, 1400 на 100, азурно-голубой. И мне кажется, просто, например, если там, например, две или три нитки вот этого, или, например, одна или две вот этого, или одна вот эта, одна вот эта, чтобы такое что-то тоненькое получилось, мне кажется, будет очень симпатично. Вот этот будет так оттенять, вот этот, да, и, ну, больше, как бы, для стабильности. Либо есть у меня, короче, еще вот такой синий, но, наверное, это уж будет чересчур. Хотя, кто уж тут? Или вообще одну вот такую, одну вот такую, одну вот такую, это будет вообще прям... Вот, ну, короче, это я посмотрю, возможно, что это будет вообще что-то самостоятельное, без подмотов и всего остального. Это просто вот мне, ну, навеяло, знаете, я посмотрела и, короче, да. В общем, это очень приятно, я вам хочу сказать, получать вязальные подарки от вязальных подруг, которые знают твои вкусы. Ну, это просто вообще, просто что может быть более приятно, да, вот, внимание человека? Ну, я не знаю, очень сложно мне сказать, что еще может быть так приятно. Вот, в общем, все. Я вам, наверное, все рассказала. Не смотрите, пожалуйста, что у меня обо что на голове, потому что у меня действительно обо что. Я тут постриглась, да, но я стриглась не потому, что я вот хочу так вот, вот, а просто потому, что я хочу поскорее отрастить свой цвет. Мне осталось, ну, вот, столечко. Конечно, можно было шахнуть вот так, но это было бы уже совсем андеркат, и как-то это, наверное, так себе. Вот, поэтому, ну, просто вот, вот, да, это я просто после души, и поэтому я сижу, сушу волосы и болтаю с вами. Ну, так вот, в общем, я довольна, как словно, говорю вам огромное спасибо за внимание, за то, что эту неделю вы были со мной, ну, как неделю, полнедели. Вот, хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку, за то, что вы ставите лайки, пишите комментарии, вот. Вот, и если вдруг вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, давайте вообще дружить, общаться, как-то болтать в комментариях, потому что я люблю поболтать, и очень часто мне пишут, знаете, комментарии какие-то такие очень, ну, как сказать, то есть что-то полезное, да, для меня, то есть там по пряже, например, или вообще какие-то там взгляд со стороны, это очень полезно, потому что иногда, как это сказать, иногда альпака полетела, иногда бывает, что ты что-то там сам где-то упустил и вообще не обратил внимания. Вот, поэтому пишите мне почаще комментарии, я всегда очень этому радуюсь. Вот, ну, конечно, если есть вам что-то сказать, вот, выдавливать из себя тоже не стоит. Вот, так что все, тогда до следующей недели увидимся, я надеюсь, что я созрею и сниму все-таки готовые работы за июль, потому что, ну, их не так много, но, тем не менее, плечевое взрослое, и с этих детского марафона вещички тоже, в общем-то, есть. Ну, и, в принципе, если я сегодня закончу шапульку, то, сами понимаете, будет еще и шапенция. Вот, так что все, как всегда, дольги, прощали я, вот, так что все, я вас целую, желаю вам хорошего дня и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok